Всем привет, с вами Голодная и мы продолжаем играть Silent Hill 2. И мы добрались до отеля Лейквью. Именно здесь Джеймс и Мэри останавливались, когда посещали город Silent Hill. Комната 312, жду тебя. Что это было? Комната 312, та комната в которой я и Мэри останавливались. Мэри, ты здесь? Или же я взял карту? Карта для гостей. Итак, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Я точно не знаю, успею ли я выложить эту серию до Нового Года. Или возможно вы ее посмотрите только после Нового Года. Поэтому поздравляю всех с наступающим и с наступившим. И пользуясь случаем, хочу еще раз передать огромную благодарность моему подписчику Нео, который на прошлом стриме, можно сказать, проспонсировал прохождение второй части Silent Hill и также еще и третьей и четвертой. Спасибо ему огромное и надеюсь, что я и дальше буду радовать вас интересными сериями по Silent Hill. Ну а мы начинаем исследовать гостиницу Lakeview. Лифт, как всегда, не работает. Похоже, пепельница. Здесь написано ресторан. Так, давайте я подлечусь, уберем этот чертов крест. И перезарядим нашу берданку. До новых встреч! Я боюсь вам, да? Да, ты сделал. Вы пришли найти Mary, не ты, James? Ну, не ты? Нет. Почему ты здесь тоже? Она здесь, не она? Если ты знаешь где она, скажи мне. Я устраиваю. Я желаю, что я знала. Но она сказала в своей книге. Какая книга? Хочу читать? Но не скажи Рэйчелу, хорошо? Кто Рэйчел? Она наша медицина. Я ее взяла из ее локера. Да, судя по всему, Лора и Мэри вместе лежали в одной больнице. И она дает нам некое письмо, которое написала Мэри. Моя дорогая Лора, я оставляю это письмо у Рэйчел, чтобы ты получила его, когда меня уже не будет. Я сейчас далеко, в тихом красивом месте. Пожалуйста, прости меня, что я не попрощалась. Не болей, Лора. Не ругайся с сестрами. Лора, про Джеймса. Я знаю, что ты его ненавидишь, потому что ты думаешь, что он плохо обошелся со мной, но, пожалуйста, дай ему шанс. Он иногда может быть заносчивым, и он не часто смеется, но внутри он по-настоящему хороший человек. Лора, я люблю тебя, как свою собственную дочь. Если бы все сложилось по-другому, я бы, безусловно, тебя удочерила. Счастливого восьмого дня рождения, Лора. Твой друг навсегда, Мэри. Реклама Три месяца Три месяца Я и Мэри говорили много о Силент-Хилле. Она даже показала мне все свои фотографии. Она действительно хотела вернуться домой. Это почему я здесь. Может, вы получите, если вы увидите другую письмо. Мэри. Ха? Я должен был оставить его. Лора. Я должен был найти его. Лора. Но есть еще и второе письмо, которое Лора потеряла. И... похоже, что Лора-сирота. Рисунок, нарисованный Лорой. Кошка. Да, когда мы впервые встречаем Лору на стене, там тоже была нарисована кошка. Возможно, ее также нарисовала Лора. Я взял ключ рыбы. Что за интересный ключ? Ключ с брелком в форме рыбы. Лежал на одном из столиков в ресторане. Вероятно, это письмо дала ей Мэри. Дурак ты, Джеймс. Она только что сказала, что она его украла у сестры. Что это за страшные, мать твою, звуки? Хм. Где-то мы тебя уже видели. Похоже, здесь еще один. Да, хоть и большие, но достаточно слабые. Кто здесь еще хочет отведать немножко дроби? Так, давайте посмотрим. Ну, мы, в принципе, движемся в правильном направлении. Прочный попался Манекен. Человеческая многоножка какая-то получилась. Заперто, заперто, все заперто. Картонная коробка, внутри ничего нет. Джеймс, куда ты смотришь? Ух ты, да это склад боеприпасов. Патроны, патроны, патроны. Жаль, что все для пистолета, но есть и для ружья. Тележка для белья, внутри нет ничего полезного. Похоже, это комната уборщицы, судя по тому, что здесь куча различных химических средств и туалетной бумаги. Но откуда у нее столько было патронов? Туалеты заперты. Здесь также замок сломан. Так, здесь можно подняться наверх несколькими способами. Либо здесь, либо через центральный холл. Но давайте сначала сходим вниз. Я сказал тихо. Хм, кажется, я вижу что-то пятку. Да ты... Неугомонный манекен. Закрыто. Здесь у нас лифт. Что это был за страшный звук? Я подобрал банку растворителя. Лифт не работает. Что здесь еще интересного? Есть еще туалеты. Давайте попробуем. Да, вот так вот захочешь пописать, и не получится, Джеймс. Все туалеты позапирали. И мы попадаем в центральный холл. Вестибюль отеля. Тут прямоугольное углубление. Здесь есть табличка напротив углубления, и похоже на ней что-то выгравировано. Пусть так, но хочется мне верить, что счастлива была она. Включить музыкальную шкатулку. Кажется, что она звучит как-то неправильно. Музыкальная шкатулка сломана, или возможно... Да, не хватает трех статуэток. У нас пока одна. Нам нужно еще достать две. Я не могу пока покинуть отель. Но давайте осмотримся. Здесь явно есть что-нибудь еще интересного. Записка. Причем, как ни странно, адресовано именно нам. Мистер Джеймс Сандерленд. Видеокассета, которую вы здесь забыли, хранится в офисе на первом этаже. Не забудьте взять ключ от 312-й комнаты. Кто мог написать эту записку? На полках нет ключей. Как нет ключей? Вот же ключ. Ключ комнате, в которой я и Мэри останавливались. Ключ от комнаты 312. Именно та комната, в которой останавливались 3 года назад я и Мэри. 3 года назад. И давайте поднимемся на второй этаж, посмотрим, что здесь. Здесь так же сломано. Так, куда пойти, налево или направо? Давайте пойдем направо. Вот как раз, если бы я поднялся наверх по той узкой лестнице, я бы вышел именно здесь. Но нам нужен третий этаж в комнату 312. Но, к сожалению, дверь заперта. Что? Мэри? Похоже, что это Мэри зовет нас. Но мы пока не можем туда попасть. Аптечка. Что это за комната? Потайная комната. Интересно, почему она называется потайная? Потайная комната. Здесь так же лежит куча патронов. И подозрительный чемодан. Кейс закрыт на замок. Но у нас есть ключ. Ключ рыбы. Мы использовали ключ, чтобы взять еще один ключ. Забавно. В целом кейсе был всего лишь навсего один ключ. В телефонной трубке ничего не слышно. Возможно, повреждена телефонная линия. Так, ну давайте обследуем другие комнаты. Так, здесь так же лежат патроны. Фотография этого отеля. А это, похоже, библиотека. На столе лежит открытая книга. Похоже, это медицинская книга. Я уже прочел достаточно медицинских книг. Ни одна из них не принесла мне пользы. Да, похоже, Джеймс до последнего пытался найти возможность вылечить свою жену. Бутылка. Как же я тебя сразу не приметил. Здесь еще несколько патронов. Если проходить игру повторно, то здесь появится еще один предмет. Книга. Чтобы открыть одну из концовок, необходимо пройти игру два раза. И только во втором прохождении появятся необходимые четыре предмета, чтобы открыть концовку под названием Возрождение. Черт, опять кто-то бежит. Да чертова кровать, отпусти меня. Сколько вас здесь? О нет. Да, крестик мне прописал. Так, у нас есть 16 бутылок. Давайте воспользуемся парочкой. Замок сломан, замок сломан. Так, куда мы вообще попали? Мы попали в левое крыло гостиницы, второй этаж. Так, и мы как раз подняли ключ от комнаты 204. Ну, давайте проверим и другие двери. Ну, похоже, они все сломаны. Одна из них закрыта. Вы только посмотрите на размеры этого ключа. Он просто гигантский. А в записной книжке нет ничего интересного. Так, мне записная книжка и не нужна. Возьми ключ. Я забрал ключ от служебного лифта. И здесь имеется пролом в стене. Чемодан. Так, здесь нужно ввести какую-то пароль, но я пока его не знаю. И на кровати разбросана куча фотографий. И если присмотреться, то на них изображены Лора, Джеймс, Мэри, Эдди. Кто сделал эти фотографии? По всей кровати разбросаны фотографии. Что это? Часть фотографий закрашена маркером. Ну, а у нас есть растворитель. Пароль NULL. Так, ну что ж, давайте введем. И здесь у нас вторая музыкальная шкатулка Золушка. Вот теперь открыто. Постоянно забываю перезаряжаться. Ой, ё-моё. Ой, ё... Не понял. Стоять. Я что-то только что заходил, и там никого не было. Что за дела? Меня аж передернули немного. Итак, мы обследовали левое крыло второго этажа. Больше, в принципе, нам туда не нужно. Осталось обследовать правое крыло. Ба-бам. Похоже на Джеймса железная голова. Лечебный напиток. Лифт не работает. Так, куда-то Джеймс, по-моему, еще смотрит. Да, там еще что-то лежит. Патроны для ружья. Ух ты! Как чуть не пропустил очень важную вещь. Так. Замок сломан, замок сломан. И я использовал ключи служебного лифта. Странно, но это не похоже на лифт. Скорее всего, это просто комната, где находится лифт. Служебный лифт. Так. Еще две настойки. Сохранялка. Давайте еще раз сохранимся. Лифт в вестибюле отеля. Шкафчик пуст. Что это за звуки? Что это? Лифт никуда не едет. Похоже, он не работает. Над кнопкой что-то написано. Что это? Допустимый вес – один человек. Хм, но я и так один. Что вот мне нужно? На самом деле, нужно, чтобы я был действительно один. Без каких-либо предметов нам придется выложить все предметы. И теперь все окей. Странно, что Джеймс не додумался вообще раздеться до трусов. Похоже, работает только один первый этаж. У меня нет карты этого места. Твою мать, Джеймс, ты еще и карту оставил. Ах, ну ладно. Тут есть еще одна карта. Я взял карту отеля для служащих. Хм, отлично. Да, карта отеля для служащих немножко другого цвета. Но также здесь более подробно указаны комнаты и их планировка. Так, теперь мы остались совершенно голиком. У нас нет ни оружия. Ничего. Даже холодное оружие забрали. Ну, здесь вроде как тихо. И слава богу. Пожарный выход. Хм, что здесь? Яблоки. Яблоки и тыквы. Ну, блин, Джеймс, ну там что-то еще лежит. Я же вижу... О, музыкальная шкатулка Белоснежка. Здесь лежат пакеты с чаем и пачки печенья. Срок хранения давно истек. Что говорит о том, что эта гостиница также уже давно заброшена. Так, ну что ж, давайте взглянем. Так, здесь мы обследовали все. Давайте забежим, проверим еще раз туалеты. Возможно, те туалеты. Открытые. Открытые. Но нет. Все сортиры заперты. Так, это выход на лестницу, но нам пока рановато на лестницу. Давайте обследуем все другие двери на этом этаже. Сейф. А вот и кассета. На кассете написано Silent Hill. Это консервный нож. Лежал под видеокассетой. Вот нахрена тебе спрашивается консервный нож? Ну ладно, Джеймсу, наверное, виднее. Он у нас все знает. Что ему надо, а что нет? Похоже, здесь больше ничего нет. В документах, лежащих на столе, нет ничего интересного. Кто бы сомневался, Джеймс. Самое интересное, это уже забрал. Это был консервный нож. Так, здесь еще одна дверь, которая поддалась. Это график дежурств. Все отмечены даты годовалой давности. То есть, можно сделать вывод, что отель был заброшен год назад. И две пачки патронов для ружья. Странно тут расставлены диваны, конечно. Закрыто, закрыто. Жалюзи закрыты. Так, ну вроде все. Слишком темно, чтобы разглядеть карту. Замечательно. Здесь вроде посветлее, давайте глянем. Так, ну в принципе все. Я вроде как тут все облазил. Больше здесь делать нечем. Продвигаемся дальше. А дальше это в подвал. Черт. Так. Здесь ничего. Так. Интересно, на что это Джеймс смотрит? Да, у нас теперь нет же, черт побери, даже радио. И нет никаких помех, которые бы предупреждали об опасности чертов манекен. И нахрен, короче. Они меня зажали. Куда-то я забежал. Аптечка. Похоже, это Болерна. Ключ от бара. Так, а карту я могу посмотреть? Так, стоп. В Болерной было посветлее. Так, что нам еще осталось проверить? Мы не проверили склад. Ликерный склад. О, ликерный склад. Я надеюсь, он будет открыт. И, ну, дальше идет кухня. То есть сейчас нужно повернуть на выходе направо. А потом в узкий коридор, где стояли два манекена. Мда. Туда нам, скорее всего, и надо. Ну ладно, пробежимся. Еще проверим склад. Возможно... Черт. Да, ну, склад, к сожалению, заперт. Ужас. Ужас. Какие страшные звуки они издают. Пододвиньтесь, пожалуйста. Блин, твою мать. У меня есть что-нибудь полечиться? Аптечка. Не хочу я тратить аптечку? Ну ладно, придется потратить аптечку. По-моему, я неправильно свернул. Так. Здесь ликерный... Ликерный склад нет. Он закрыл. Что-то я не помню раньше, чтобы манекены издавали какие-то такие противные звуки. Возможно, просто радио заглушало. И... Не было их слышно. Похоже, дверца холодильника сломана. Опять дверца холодильника. Джеймс, у тебя все равно нет сил, чтобы открыть холодильник. Смирись с этим. Здесь есть банка без наклейки. Ну, Джеймс, ты же не зря взял консервный нож. Ты прям как в воду глядел. Кто бы мог подумать, что в консервной банке могут хранить лампочки? А в банке электрические лампочки. Что за черт? Банка с лампочкой. Мне она больше не нужна. Одну взял и успокоился. Еще немножко лечебных напитков. И... Мы попадаем в бар. Джеймс, нужно воспользоваться моментом. Но Джеймс не хочет. Возможно, он трезвенник. Я попытался открыть дверь ключом от бара, но тут так темно, что не могу попасть в замочную сквашину. Ой, Джеймс, какой ты проблемный, а. Ну что ж, давайте вкрутим лампу. Теперь-то она посветлее. Здесь стоит музыкальный автомат. Он не играет. Наверное, сломан. Я использовал ключ от бара. Так, здесь мы уже были. Помните эту дверь? Да, я не мог ее открыть. Фига себе. А что они в тихушку так все делают? Неожиданно появились манекены. Так. Нам нужно, нам нужно. Так, а мы взяли, по-моему, три шкатулки у нас уже есть, да, по-моему? Толку от этого нет, потому что мы выложили весь свой хрон на втором этаже. И нам нужно сначала бы сбегать его забрать. Прикольно он врезается, конечно. Ну да. Кто бы сомневался, да, что вы тут по яйц. Еееее. Есть. Ну что, настал час расплаты манекены. Будем вас кромсать дробью. Может, сохранится? Да, давайте сохранимся на всякий случай. Всякое может произойти. Ну, кто первый? И? Что за нахрен? Они надо мной издеваются. Ладно, пойдем помудримся шкатулочками. Пусть так, но хочется мне верить, что счастлива была она. Кто это? У меня пока нет догадок на этот счет. Давайте прочитаем другие. Так, кто у нас ассоциируется с туфлями? Ну, конечно же, Золушка. Не до конца мы ее починили. Красота, благословение, как так и проклятие ада. Красота. Итак, кто у нас там был красивым-то? Белоснежка. Так, включать не будем. Толку от этого все равно нет. Ну и последнее, конечно же, это Русалочка. Я взял ключ от лестницы отеля. Ну что ж. Мари, я иду к тебе. Так, комната 312. Вот и она. Ну, здесь никого. Пустой номер. Доисторический телевизор. Ну, здесь есть видеомагнитофон. Видеокассета, которую я забыл в отеле 3 года назад. Далековато. Доисторический телева. Доисторический телевизор. Доисторический телевизор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Mary So there you are, James. Did you forget the letter? Did you find Mary? If not, let's get going already, okay? Laura... Mary's gone. She's dead. Liar! That's a lie! No, that's not true. She... she died because she was sick? No. I killed her. You killed her! Why'd you do it? I hate you! I want her back! Give her back to me! I knew it! You didn't care about her! I hate you, James! I hate you! 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 She was always waiting for you! Why? Why? I'm sorry... Mary... Mary you know... isn't here... Mary you know... isn't here... Mary you know... 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 Mary you know...